Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, николай, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, николай, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 сентября. Память святителя Киприяна, митрополита Киевского. Святой Киприян, митрополит Киевский, сия руси чудотворец, был родом из Сербии и отличался святой жизнью, великим любомудрием и начитанностью из священных книгах. Он всех назидал своим богодухновенным учением и своими душеспасителями наставлениями. Ревностно подвязался он в деле непрестанного учительства, наставлял своих посомых, чтобы они пребывали в страхе Божьем и всячески воздерживались от смехотворства и празднословия, особенно же приезжали молитвы и истинному покаянию. Любил он тихую и безмолвную жизнь, и потому часто удалялся в свое митрополитщее село Голенищево. Это особенно безмятежное место было расположено между двумя реками, Сетунью и Роменисью, и окружено обильным лесом. Здесь он построил храм во имя трех святителей Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоуса. Живя всем вместе, святитель Киприян поставлял епископов и священников и усердно занимался перепиской и переводом многих священных книг с греческого языка на славянский. Написал он о житии великого чудотворца, святителя Петра, митрополита всей Руси. Упражнялся в святой Киприян много и в молитве и чтении Божественных Писаний. Всегда имел он в мыслях память смертную, страшный суд Христов, мучения грешников и блаженства праведников. Преуспевая в таких богоугодных подвигах, митрополит Киприян достиг глубокой старости и занемок в том же своем селе Голенищеве. За четыре дня до своей кончины он написал прощальную грамоту, в кое прощал и благословлял всех верующих, и сам просил у них прощения, показав всем истинно христианское любомудрие и смирение. Сделал он так, потому что знал, какую силу имеет смирение. Оно разрешает грехи и все направляет к добру. Перед своей кончиной святитель заповедал окружавшим его епископам и приближенным, чтобы они прочитали эту грамоту над его гробом при его погребении. Прощальная или духовная грамота святого Киприяна была прочтена согласно его воле при его погребении, равно как и после была читаема и при погребении преемников его. Она исполнена любомудрие христианского, проникнута духом глубокого благочестия и строгательным красноречием говорит о тленности, суете и ничтожестве всего земного и о памяти смертной. И в таковом смирении, с благодарной молитвой на устах, почила на Господе в лето 6914, это сотворение мира, месяца сентября, 16-й день. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.